Добрый день! На сегодняшнем уроке мы выполним знакомое для нас движение, но попробуем сделать другой акцент. Мы попробуем понаблюдать, как мы управляем верхней частью грудной клетки в момент сгибания, в момент скручивания. Итак, ложимся на спину. Не спеша более глубокий вдох-выдох. С выдохом отпустили напряжение, почувствовали ощущение собственного тела. Отпечаток. И сгибаем ноги в коленях. Стопы параллельно, седалищные бугры, ваши пяточки, пальцы ног – это продолжение одной линии. Мягко начинаем прогибаться в пояснице. Небольшое движение, совсем маленькое, только для того, чтобы почувствовать. Помним ошибки, что двигается и грудная клетка, и таз. Нейтральное положение. Сокращаем мышцы живота и грудная клетка, и таз. Чувствуем, как это движение из поясницы передается через грудную клетку в шею. Еще разочек прогнуться. Нейтральное положение. Сократить мышцы живота. Отлично. Нейтральное положение. И теперь переплетаем пальцы рук, кладем их под затылок. Если руки не ложатся, вам дискомфортно, положите что-то под руки или опустите плечи вниз и удерживайте их на весу. Мышцы будут работать статики, но, во всяком случае, будет больше комфортно. Итак, наша задача – сократить мышцы живота, удержать таз от движения и начать выполнять подъем вверх. Обратите внимание, как вы делаете. Попробуем вариант, когда мы просто подымаемся вверх. Почувствуйте, сколько напряжения вы испытываете. Помните, что мы можем опираться о пол. Таким образом, у нас движение станет более мягким. Опускаемся вниз. И теперь попробуем сделать акцент на грудной клетке. Наша грудная клетка. Одну руку кладем на грудную клетку. И наша задача в подъеме толкать грудную клетку в сторону лунного синфеза. Итак, мы слегка сократили мышцы живота. У нас прижата поясница, таз не двигается. Если не прижата, то важно сохранить стабилизацию таза. И мы начинаем подъем. Причем мы мягко, руками помогаем этому движению. Медленно мы толкаем, но условие, животик у нас не подымается. Мы толкаем грудную клетку в сторону лунного синфеза. И мягко возвращаемся назад. Вот очень часто возвращаясь назад, мышцы живота вываливаются. Это не совсем хорошо. И у нас не работают мышцы живота. Итак, теперь двумя руками. Наша задача помочь движению груди вниз. Можно стать на реберной дуге, можно стать выше, как вам комфортнее. Итак, удерживаем таз движение. На выдохе подбородок к грудине. Направляем подбородок к грудине. Скрутились и начинаем толкать грудную клетку вниз. Обратите внимание, как вы скручиваетесь. Дорабатываете ли вы движение в скручивании грудной клетки? Или вы не двигаетесь грудной клеткой? И мягко опускаемся вниз. Подбородок медленно от груди на опустили, положили. Еще разочек. Подбородок к грудине медленно толкаем вниз. Чувствуем опору о грудную клетку. Это очень комфортно, это не тяжело. И смотрим, что происходит с тазом. И мягко опускаемся вниз. И пробуем добавить в это движение еще чуть большее сгибание, но не за счет стопа, а за счет мышц живота. И направить таз в сторону грудной клетки. Как это будет сказываться на ощущении движения? Итак, еще разочек. Мягко. Если голове некомфортно, руку под затылок. И начинаем подъем. И мы еще добавляем движение лонного синфиза. Удерживаем живот от подъема. Удерживаем его от подъема, когда опускаемся. И расслабимся. Отлично. А теперь наша задача поработать с небольшим поворотом, создав линию вращения по линии соединения ребер и грудины. Одну руку кладем на противоположную часть. Находим соединение реберно-грудинных суставов. Вот эта часть называется тенора мышцы, мягкая. То есть, мы не костями. Наша задача пока в положении лежа потолкать вообще, есть ли подвижность в этих ребрах. С одной стороны, с другой стороны. Наша грудная клетка должна быть мягкая достаточно. И теперь делаем следующее движение. Левую руку кладем под затылок, локоть выводим в комфортное положение, плечо потянули вниз. И сократив мышцы для живота, удерживая таз, мы начинаем направлять грудную клетку. И чувствуем, что максимально под нашими пальцами и под тыльной стороной у нас собрались ребра. И мы мягко скручиваемся в этой области, толкая ребра вместе со скручиванием. И возвращаемся. Поднимаемся чуть выше. Чувствуем, что напряжение пришло в другие ребра на грудинные суставы. И мягко делаем небольшой поворот с легким толчком руки. Поднимаемся еще чуть выше. Чувствуем, что пришли фактически к зоне мечевидного отростка. Мягко толкаем. Если в какой-то зоне, может быть, еще чуть выше, если в какой-то зоне, помним, что если левая толкаем зону перикарда, если в какой-то зоне мягко, начинаем опускаться вниз, делая небольшой толчок-поворот. Мягко, не спеша, добиваясь подвижности, мягкости. Опускаемся вниз. В сумме комфорта, помним, все делаем. Животик у нас не выпячивается. Опускаемся вниз, расслабились. И теперь попробуйте почувствовать. Реберно-грудинные суставы с одной стороны реберно-грудинные суставы, с другой стороны объем грудной клетки. И теперь вдохнем. Достаточно глубоко выдох, не наблюдая, что поменялось. Делаем вдох и выдох. Еще разочек. В чем разница? Как ощущается ваша шея? Как ощущается поясница слева? Шея слева? Какая ей взаимосвязь? И теперь то же самое делаем для правой стороны. Если вы определили, что одна из частей грудной клетки где-то жестче, то в эту сторону можно сделать больше или обратить внимание. Руку под затылок, плечо вниз, локоть в сторону. Мягко сократив живота, удерживаем таз от движения, мы начинаем небольшой подъем до линии, где мы почувствовали, что скручивание пришло как раз на зону верхних грудных позвонков. Мягко. Толкаем и делаем небольшой поворот. Обратите внимание, что только в верхнем грудном отделе. И сравниваем, а с правой и с левой одинаково. Следим за тем, чтобы плечо не поднималось вверх. Чуть-чуть вверх с другой стороны. Скручиваемся. Легкий толчок, мягкий. Мы как бы сопровождаем движение скручивания. Поднимаемся выше. Еще. Если вы понимаете, что подняться выше нельзя, делайте в той зоне, где вам комфортно. Почувствуйте линию, где скручиваемся. Можно еще чуть выше, если комфортно. Помним плечо к тазу. То есть не поднимаем плечо вверх. И мягко, маленькими движениями возвращаемся в исходное положение. С небольшим вращением по суставчикам. Отлично. И опускаемся вниз. И еще раз повторим то движение, с которого вы начали, направляя грудную клетку вниз. Но теперь руки под затылком. Мы снимаем напряжение шеи. Мягко сократив живот, медленно выводим локти вверх, плечи вниз. И начинаем скручиваться подбородок к груди. И вся грудина, все ребра, все суставчики мы медленно направляем вниз. Почувствуйте, насколько движение стало мягким, комфортным, мягко. Опираемся о пол. Помним, что это опора. Мы можем опереться. И плавно-плавно позвонок за позвонком опускаем вниз. Словно мы растягиваем грудные позвонки. И мы увеличили пространство. И теперь у нас есть больше пространства. Прекрасно. Выпрямили ноги. Руки в туловище. И расслабились. Что изменилось в отпечатке вашего тела? Как сейчас вам дышится? Правая и левая половинка. Поворачиваемся на бок и садимся. Это упражнение будет полезно, если вы понимаете, что грудная клетка все время сжимается. Или когда вы делаете упражнение на мышцы живота, на скручивание, ваша грудная клетка начинает приподниматься, создавая напряжение между лопатками. Поэтому находим вариант, который комфортно. Высвобождаем реберно-грудинные суставы. И как раз, возможно, где-то и блуждающий нерв. И получаем удовольствие от упражнений. Желаю успехов в освоении собственного тела. Продолжение следует...